Лет восемь назад я купил себе трекинговые палки. Легкие, алюминиевые, прочные. В походы я хожу примерно два раза в год, и практически все это время проблем не было. Через три года почти одновременно выпали наконечники, вклеил советские дюбеля. За это время у коллег все больше палок стало появляться с внешними замками, и восторженными отзывами, можно регулировать в перчатках, не примерзает замок на холоде, правда иногда можно штаниной задеть и эксцентрик зажима раскроется. С год назад в алюминиевой трубке нижнего колена появилась трещина и я отрезав поврежденную часть переставил родное крепление ниже, при этом забыв промаркировать новую линию стоп выше которой нельзя выдвигать колено. Из-за этого в одном из походов, на переправе было сломано пластиковое крепление и одна палка была надолго заброшена в чулан. Перед покупкой новых палок решил проверить что может предложить Али и заказал как внутреннее крепление, так и два внешних замка, проверить, получится ли поменять одно на другое. Посылка приехала за день до похода, так что все что я успел это поставить внешние замки, они отлично встали и очень надежно зарекомендовали себя во время пятидневного похода по Карпатам. Палка не сложилась под моим весом ни на сантиметр. По возвращению я решил поставить и внутренний замок, но так как диаметр пластиковой втулки оказался меньше затея не удалось. Подвожу итог. Плюсы, внутреннее крепление легко заменить на внешнее. Надежно. Минусы, в сложенном состоянии размер палки длиннее. Дополнительная информация, так как нижнее колено конусообразной формы, в сложенном состоянии оно под собственным выпадает на 10 сантиметров. Дополнительная информация. Увидел в походе палки с гибридным креплением, думаю как раз для решения этой проблемы, дополнительная информация. Мелочь, при ходьбе в момент удара палки о поверхность ощущаются внутренние колебания незакрепленного конца среднего колена в верхнем. Буду еще покупать. Однозначно да. Тест пройден. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий.